Итак, с вами психолог Наталья Бучеренко. Продолжаем манипулировать. Я еще забыла вам показать классную технику. Я вам все об этом говорила. Техника границ, техника личного пространства. Когда у каждого человека есть какое-то свое личностное пространство. Чисто физически это пространство в диаметре где-то в районе 2-3 метров у здорового человека. То есть вытянутая рука в диаметре где-то вот так, в личностное пространство. И когда мы на это личностное пространство наезжаем, мы человека превращаем в своеобразную манипуляцию. Кто хочет, я сейчас наглядно покажу это. Кто готов со мной поработать? Выходите кто-нибудь, выходите. Любой. Все, все, поехали. Мужчина, я ругаюсь. Фоксиат. Прекрасно, прекрасно. Макс, фоксиат. Итак, мы говорим о личностном пространстве. Я отхожу в сторону, стихонечко. Мы с ним прошли личностное пространство очень близко. Теперь я от него отхожу и говорю, Максим, пожалуйста, определите для себя то место, где ваше личностное пространство. Даже нарисуйте его мелом. Вот там где-то вот в том кусочке. Прямо на полумелом рисуйте. Ваше личное пространство, которое вы меру можете описывать. Рисуйте свое пространство. Вот где-то вот так. И останавливаетесь. Это ваше личное пространство. Вы его почувствуете, что это вы, это ваше, это лично ваше. А теперь смотрите, что происходит. Максим, вот я сейчас нахожусь от вашего пространства где-то на метр. Вам комфортно со мной? Да. Прекрасно, да? А вот так. Ваши ощущения сразу рассказывайте. Ну или что, комфортно? Еще. Я подхожу к краю. Ну уже... Что происходит? Ну, не знаю, как-то... Ну, смена настроения, что ли. И что? Вроде как давление, да? Внутренний дискомфорт. Я наступаю на личное пространство, и я зашла на него. Что происходит внутри? Ну, неудобно. Очень неудобно. Сердцебиение может быть, да? Отдыхание может быть. А когда я вообще наезжаю, начальник, что происходит? Вы видите, что? Отойти. Отойти. Вот это вот оно. Когда... Вот дома мы очень часто это используем. Мама начинает наезжать. Сколько раз, там, жена, мужу, сколько раз я тебе говорила? Но это одно дело, когда она там на кухне, а он в комнате на своем личном пространстве. На диване под телевизором утрирует, да? Или на кресле, в любимом кресле. И вдруг она подходит и начинает ему говорить. Я тебе что говорю? Она начинает теребить. А когда мы вообще наезжаем на него, это называется... Мы заходим на личное пространство, мы подходим вплотную. А еще когда человек сидит, а ты над ним становишься сверху, да? И начинаешь... Вот это манипуляция личным пространством. Притом этот вот наезд, он на автомате. Мы даже объяснить не можем. Учащение сердцебиения. Начинается дыхание. Нам хочется отойти. Нам нечем дышать. И нам нечего сказать. Это называется наезд на личное пространство. Имейте это в виду. Нам сказать нечего, это не всегда. Можно и нарваться. Или наоборот нарваться, потому что что происходит? Агрессия, это все тот же... Непроизвольная агрессия, это все тоже... Потому что мы что? Мы должны либо отойти, либо напасть. Помним при опасностях что? Как работает тело при опасностях? Это можете себе записать. Когда человек чувствует опасность, три действия. Напасть, убежать, замереть. Все. Животные как раз они работают на уровне инстинкта. Напасть, убежать, замереть. Вот на этом оно и работает. И мы даже когда наезжаем на личностное пространство, мы либо агрессивно начинаем рассказывать, да что такое, в конце концов, сколько же можно, мне там всю голову прогрызло. Да? Или быстро... Это же можно делать и с улыбкой, и с настроением. Конечно. Здравствуй. Это тоже минукуляция, но позитивная. Мы же сами об этом и говорим. Но, когда вы заходите в личное пространство, человеку некомфортно по-любому. Есть такой вариант даже, когда муж и жена, ладно, это единое целое, в конце концов, это уже гармония. Еще и секс человека у них идет... Знаете, они входят в поле сопричастия друг друга. Вот психологи это называют так, поле сопричастия. Обмена энергетики. Обмена энергетики, да. Когда я разрешаю подойти ко мне вплотную, значит, я психологически настроена принять человека очень близко к себе. Но мы с вами говорим о том, что вот, допустим, теща или там свекровь, да, или начальник, подчиненный. И когда начинает начальник лезть вам на голову и подходить близко к вам, вы автоматически хотите как-то убраться, защититься или убежать, или встать. Да, и так далее. Это все техники. Кстати, когда лезут вам на голову в таком вот виде, да, вы сидите, он вам становится над вами, встаньте. Обязательно. Есть даже в психологии такое понятие посттравматического синдрома. И когда вы видите ребенка травмированного, нужно стать так, чтобы его глаза были на уровне ваших глаз. И тогда человек нас понимает лучше. Когда человек над вами, это манипуляция, я начальник, ты подчиненный. Когда человек начинает приседать, да или сидит, он автоматически чувствует себя более внеденным. Это все манипуляция. Это все наше взаимодействие. Кстати, опять-таки, начальники чаще всего на высоких креслах сидят, да? Это алампист так описывает. Это автоматически, я, говорит, начальник, потому что у меня даже кресло большое. Я когда-то была в Верховном Суде и была вот в этих залах заседаниях. Вы знаете, у них кресло вот такой высоты, спинки на креслах. Вот такой высоты, вот такой. И когда они сидят, то получается еще вот столько на голову. Это где-то на подсознании автоматически. Я же судья. Все, спасибо вниманию вашему.